Ведение в робопедагогику По крайней мере для меня она очень новая и я с удовольствием сегодня посмотрю этот вебинар. Коллеги, как всегда у меня краткие объявления перед нашим вебинаром. Я надеюсь, что вы посмотрели, чтобы мне еще раз не повторяться, тот ролик, который объясняет, что надо делать, чтобы получить сертификат. Ну, тот, кто здесь присутствует, ему уже ничего не надо делать, он автоматически этот сертификат получит на свой рабочий e-mail. Ну, как всегда, посмотрите, пожалуйста, в самое начало чата. Ну, не в самое начало вы видите эту запись, выделенную красным цветом. Там две полезные ссылки. Одна из них ведет на наше расписание. Расписание интерактивное. В нем можно подписаться на, зарегистрироваться на все вебинары на текущий год. Не все, конечно, темы еще полностью определены, но большинство тем уже доступны для регистрации. И вторая тема, это, вторая ссылка, это ссылка, по которой хранятся все записи наших вебинаров, в том числе и этот вебинар появится, появится там. Ну, и, наконец, я хотел бы вам представить два вебинара, которые предстоят нам в ближайшее время. Вот они. Завтрашний вебинар, на который я вам очень советую пойти, это вебинар Софьи Багдасаровой «Как Википедия хранит старинные книги», «Википедия как книгохранилище». У нас дебютирует Софья в качестве спикера вебинара, и каждый месяц она будет читать у нас вебинары. Это очень интересный спикер, я очень советую пойти на этот и все последующие ее вебинары. И мой вебинар, ну, он такой штатный, как я называю, продуктовый. Это вебинар о университетской библиотеке онлайн для библиотекарей, возможности администратора, функционал и сервисы. Такой вебинар я провожу, ну, практически каждые полгода, и приглашаю библиотекарей, которые еще не смотрели этот вебинар, в качестве учебного материала для освоения университетской библиотеки онлайн. Ну вот, собственно, и все из моих объявлений. А теперь я передаю слово нашему спикеру. Юрий Николаевич, распоряжайтесь вебинарной комнатой. Добрый день, коллеги. Надеюсь, нас уже отлично слышно. Спасибо, Павел, что меня представил и представил вот эту тему. Действительно, тема новая, горячая, где-то даже в чем-то спорная. И я сам кое-что сомневаюсь, но я надеюсь, что мы сегодня настолько хорошо ее поймем и раскрутим, что никаких дальнейших вопросов и сомнений, что делать с ней, уже у нас не будет. Итак, мы сегодня будем рассматривать новое явление в педагогике. Называется робопедагогика. Сразу же мы сегодня будем решать практическую часть, выбирать платформу для создания образовательных ботов. Кто я такой, кто меня не знает. Я вижу, здесь есть знакомые, но есть и незнакомые фамилии. Так, что-то он тут скачет от колесика. Вот он я. Юрий Николаевич Белоножкин. Можете скачать потом эту презентацию и посмотреть, кто я такой внимательный. Не буду сейчас рассказывать о себе. Единственное, в чем связь между моей должностью в армии и начальником разведки, подполковник, наверное, в том, что я так всю жизнь занимался получением, обработкой информации на расстоянии. Наверное, в этом связь с моим прошлым от таможни занимался тоже сбором, анализом информации от различных подразделений. Итак, прежде чем мы начнем говорить о ботах, мы с вами уже посмотрели вот этот тест. Я его сейчас покажу. Точнее, не тест, а опрос. Мы с вами убедились уже до начала вебинара, что не все из нас знают, что такое боты вообще. Где-то третий, вот видите, еще идет голосование, третий из присутствующих сегодня в вебинаре вообще не знает, что такое боты. Я тоже когда-то этого не знал, но может быть даже, я скажу, где-то месяцев 7-8 назад я вообще не знал, что это такое боты. Мне неинтересно было. Потом я увидел для себя очень необычный момент, необычный интерес. Давайте посмотрим, что такое боты и поищем аналогии для нашей педагогической практики. Вот, например, есть такой бот-юрист. Придумал его 19-летний студент. Я еще не даю определения. Но вот это вот пока мы видим, мы видим, что это какой-то чат, есть уже такой термин, чат-бот. Когда задаются вопросы, посетитель на сайте отвечает, есть, ноу, да, нет. И получается результат. Например, были возвращены 160 штрафов за неверную якобы парковку. Это сделал студент. Другой пример бот-полицейский. Наши соседи из Украины разработали такого бота, который повышает качество работы полицейских на выезде. Назвали его бот-жиглу. Другой пример, когда бот-стилист задает вопросы на сайте, спрашивает про рост, вес, оттенку кожи и другие какие-то вопросы. И с помощью этого бота, как мы понимаем, робота, это уже получается на самом деле синонимы, предлагаются стили в одежде. Вот еще пример, казалось бы, далекий от педагогики, от образования, бот, который принимает заказы на пиццу. На самом деле он не просто принимает, он предлагает выберите то, что вам больше нравится, по какому-то рецепту, по какому-то особому сочетанию специй и так далее. Он задает вопросы, потом спрашивает, куда, во сколько доставить, сколько порций, если сразу не указал, и доставляет пиццу. Казалось бы, что тут общего с педагогикой. Вот еще один пример, боты дворецкие, боты консьержи в многоквартирных домах приветствуют, уточняют цели и так далее, и так далее. Все, что связано с жильем. Бот-врач, вы, конечно, будете некоторые скептически относиться к таким ботам, роботам-врачам, но на самом деле для каких-то экстренных случаев, для поиска какой-то информации, медикаментов, и когда вообще безвыходная ситуация, вот такой бот может что-то сделать полезного для человека. Ну, про бота финансовых консультантов уже много, наверное, давно уже известная. Сам как бывший брокер на бирже финансовой знал, и мы применяли такие роботы, программы, которые сами торгуют, совершают сделки на бирже. Вот такие финансисты, но эти еще и разговаривают. Идем дальше. Вот еще один пример ботов, я сам пробовал, мне очень понравился. Вот этот бот Заряна, он, кстати, говорит на русском языке, тоже не только на украинский, по-украински отвечает и спрашивает. Тоже полезный бот, который действительно помогает и для фирмы, и для посетителей. Давайте все-таки вернемся к определению робопедагогика, потому что эта тема заявлена, и сразу я отмечаю варианты ответа на этот вопрос, который мы сегодня вместе с вами сформулируем. То ли это гипотеза, в науке гипотезы тоже существуют, то ли это пока только лишь предвидение, то ли это вид практики, применение роботов в педагогике, то ли это какая-то выдумка, миф, неправда. Вот мы сейчас вместе попробуем это рассматривать. Начнем с того, что слово робот, это вы видите сейчас на экране, я не буду перечитывать, это машина, с человекоподобным поведением. Все мы с детства слышали это слово. Единственное, что появилось сокращение от этого слова, бот, и обычно это сокращение бот, многие связывают со словом чат-бот, то есть чат это по-английски беседа, когда переписываешься вручную с каким-то роботом в виде чата. Но тем не менее и бот, и робот в дальнейшем будут часто пониматься как синонимы. Роботы. В современном мире сегодня уже очень много оценок. Вот видите оценку профессора из США. есть предпосылок, мнений и фактов о том, что вот вы видите сейчас на экране. Души у роботов нет, эмоций нет, но элементы мышления, искусственного интеллекта существуют. И в соответствии с этим интеллектом машина еще и действует. Еще одно определение. В отношении искусственного интеллекта споры идут до сих пор. Это раздел информатики, алгоритмы сложные. Здесь не все связаны с математикой. И я скажу сам, не разрабатываю интеллектуальные системы. Но зато я знаю, теперь и вы узнаете, что есть такие машины, такие программы, такие возможности, которые действительно решают задачу искусственного интеллекта. И даже самообучение. Это еще один важный момент, который мы принимаем в нашем обсуждении. Возвращаясь к слову педагогика, вот вы видите его определение. Мы отмечаем, что в этом определении мы учитываем суть законов, неких фундаментальных положений о взаимосвязях мира. О закономерностях, которые в чем-то конкретно выражаются, каких-то показателей. И мы в этом определении мы отмечаем момент легкости, доступности, легкие пути достижения педагогических целей. Вот, пожалуй, на этом легкие пути я буду делать больше акцентов и делать смысл в том, что для педагогика важно, для педагога в его практике важно искать пути, которые помогают ему лучше выполнить его задачи, лучше, облегчить его жизнь. Смотрим дальше. Вот на этой схеме структурной педагогики я добавил вот здесь краткое определение, что это всегда это всегда люди. Некоторые коллеги полагают, что мы в робопедагогике планируем обучать роботов. Никак нет. Сущность всегда остается в педагогике человек. Вот эти взаимосвязи, которые возникают между людьми и машинами, это тоже закономерность, которая, как гипотеза, у нас ждет существует. Что принципы могут быть у нас разные. Убеждения могут отличаться в отношении педагогики, но они постоянно меняются. Методы совершенствуются. Формы взаимодействия человека и природы развиваются. Исходя из этого, мы подходим постепенно к тому, что среди видов педагогики они бывают. Это на самом деле вот моя классификация, то, что я нашел. Вот среди этих видов мы можем по-разному к ним относиться, но эти виды существуют. Мы как гипотезу, а возможно просто как практику нашей педагогической деятельности можем дополнить еще одним видом робопедагогика. Например, термин онлайн-педагогика тоже спорный, но поскольку эта педагогика понимается как осуществляемая в режиме онлайн, целая виртуальная среда, где можно взаимодействовать на расстоянии, по аналогии мы выдвигаем гипотезу, что может быть педагогика с применением робота, где часть функций передается роботу. Предпосылки. Какие предпосылки здесь я бы выделил? Во-первых, коллеги, не было бы никакой необходимости говорить о робопедагогике, если бы не наша перегрузка, усталость из-за того, что очень много работы, очень часто рутинной, повторяющейся работы. В то же время вторая предпосылка мощное развитие технологии искусственного интеллекта. Не буду напоминать о том, что мы все знают, чем машина выиграла человека по шахматам и по некоторым другим сложным играм. Это факт. Ну и потребности общества растут. Наши студенты, наши ученики хотят все больше, это все наша обязанность, а возможностей у нас не так уж и много. И вот наконец я хочу ответить тем, кто задает вопросы, почему бы нам не мел с тряпкой не выбрать это же средство труда или там компьютер или клавиатуру и тоже посредством труда не создавать какие-то новые виды педагоги. Ответ на эту критику справедливую, но я бы ответил так, коллеги, как только функции педагога связаны с обучением и воспитанием гипотетически или фактически начинает передаваться роботом, вот именно на пересечении этих функций, когда робот часть функций берет на себя и человеческий труд передается роботом, вот тут-то возникает и проблема, и задача, а как они это делают, насколько это эффектно, насколько вот это сочетание человека и робота эффектно, эффективно, полезно, именно поэтому выдвигается такая гипотеза, такой тезис по робопедагогике, когда роботы участвуют в решении каких-то образовательных задач, исходя из этого, нами предлагается вот такое определение робопедагогики, что это пока гипотеза, это еще не научная теория, ну, а дальше вы видите на экране текст, так как мы его видим, и подчеркиваем, что роботы предназначены для поиска наиболее легких путей для достижения педагогических целей, а и это Artificial Intelligence, запомним вот эту аббревиатуру, она часто будет употребляться не только в нашем вебинаре искусственный интеллект, но отметим, что есть еще одно определение похоже на это как Augment Intelligence, дополненный интеллект, мне нравится еще больше, чем Artificial Intelligence, поскольку это означает дополнительный интеллект, то, что есть у человека, дополняется роботом, но что является объектом, раз мы говорим, что это педагогика, а это наука, у каждой науки есть объект, нет, мы говорим, что это одна из разновидностей социальных взаимоотношений, которых учитываются возможности робота, раз мы гипотетически, а иногда и фактически видим, что часть функции передается от человека машине, это все равно социальное взаимоотношение, вот это объект, это те явления действительности, когда часть выполняется роботом, функций, а предметом этой гипотезы, изучения, вот я взял определение из одного из учебников, можно брать разные определения, не важно, просто к этим определениям я дополняю вот именно этот тезис, когда часть педагогических функций, не технических, не рисования на экране, не рисования мелым на доске, а именно интеллектуальных функций выполняется роботом, обращаю к вашим коллегам. Некоторые думают, что робот это просто как средство типа компьютера или планшета или мышки или клавиатуры и так далее. Нет, это новая сущность, новое явление благодаря наличию искусственного интеллекта. Ну а теперь рассмотрим место и роль робопедагогики в современном мире. Какие есть прогнозы, аналитика и мнение на сегодняшний взгляд, исходя из того определения, которое мы выбили. Из той гипотезы, из той возможной практики робопедагогики, которую мы сейчас рассмотрели с вами. Во-первых, я бы выделил вот такую вот схему, пять факторов, которые выделяются многими аналитиками и маркетологами, и системными аналитиками, социальной инженерии. Вот такие пять факторов. Коллеги, эфемерное содержание означает то, что информация настолько быстро устаревает, что ее даже и не пытаются сохранить и найти. вот она сегодня есть, это новость, это обсуждение, какая-то там статья, публикация. На следующий день она замещается другой, более интересной, более точной, более новой. Информация все время уходит. Мы даже не можем найти то, что было для нас раньше, мы теряем, оно где-то лежит, каким-то сложным пользователем, если сразу не сохранили, оно идет на постоянное обновление и некоторые уже операторы, некоторые организаторы деятельности просто удаляют старую информацию, чтобы она не мешала. Постоянно создают что-то, вот это эфемерность содержания. В то же время обращается внимание важности контакта на личном уровне, психологически. Мы любим, когда с нами общаются индивидуально. Это фактор успеха. Именно поэтому я часто критикую массовые открытые онлайн курсы или просто массовые курсы, потому что там теряется личный контакт. Там есть приемник обучаемый и есть система контроля итоговая. Там очень мало личного взаимодействия обучающего и обучаемого. Да, иногда но есть, но чаще всего нет массового обучения. В этой связи отмечается важность социальных чатов. постоянное общение. Многие мы видим в метро, это там еще даже на конференциях переписываются постоянно. Мамочки выходят гулять с детками и не отрывают лица от смартфонов, с кем-то там продолжают чатиться, переписываться. Социальные чаты очень мощный инструмент, который вошел в нашу жизнь. Интерактивное вещание это еще один фактор, еще один тренд, когда мы любим быть участниками какого-то процесса. Нам нравится выходить в эфир, мы видим, как все чаще в Фейсбуке, в Ютьюбе многие выходят в эфир в режиме прямого реального времени и что-то вещают. вот этому каналу передачи информации о себе о чем-то в прямом эфире уделяется очень большое внимание отмечают маркетологи и аналитики. И наконец распознавание образа, когда компьютеры распознают того или иного человека, не обязательно преступника, может быть это просто сотрудник, который зашел на работу, включил компьютер, отошел от него и так далее. Разные какие-то события через распознавание образов для того, чтобы воздействовать на личном уровне. Компьютеры будут распознавать все. И вот эти социальные чаты как раз с помощью вот этих наших ботов это один из трендов. Теперь рассмотрим реальность и мифы. Очень много споров и даже Сокерберг и Илон Маск между собой спорят в отношении у них мнения разошлись кардинально один считает это хорошо, другой считает, что искусственный интеллект это зло, это войны, это разрушение. Посмотрим, что думает, например, главный экономист Рометти. Вот это определение Augmented Intelligence. Вот это определение мне очень нравится, коллеги. Дополненный интеллект, когда человеку идет дополнение, усиление его интеллектуальных возможностей. Очень интересно то, что мы, наверное, согласимся, треть принимаемых решений идеальные, еще одна треть оптимальные или приемлемые решения, остальная треть оставшаяся это неправильные ошибочные решения. Это очень интересно. Следующий момент, который отмечается, что те компании, а соответственно и те сотрудники, которые поймут эти преимущества, они будут использовать искусственный интеллект у себя в работе. И еще один страх и паника у некоторых аналитиков, что вот скоро на земле наступит царство роботов. Это неправда, это миф. Технологии лишают небольшую часть населения земли. Просто изменятся профессии, но людям работа останется. Появятся новые профессии. Появятся ли они в образовании? Посмотрим. Ну и семь трендов, которые я обещал в применении ботов уже как чат ботов на сайтах. Поскольку я занимаюсь онлайн образованием, мне первым ботом ближе, хотя на самом деле робот это тоже сам. Итак, что можно отметить в ботах? Какой тренд? Если раньше больше внимания уделяли на имитацию психологии робота, то сейчас больше пытаются обращать внимание на структурирование общения. То есть сразу ученику, если речь идет о нем, предлагаются варианты, что делать, или задачи решать, или проверить домашнюю работу, или еще что-то. То есть сразу предлагаются некие варианты, в том числе и другое, о чем можно просто поговорить. свободно. Следующий тренд это интеграция в мобильные устройства. То есть сайты, в том числе вот и наш, мы дальше посмотрим, они сразу интегрированы для мобильных устройств, то есть с любого смартфона, телефона, планшета можно вести диалог с такими ботами, хотя и с человеком тоже. Социализация, то есть придание функций общения с человеком, социумом, открытость экосистема вот этих ботов. Речь о том, что каждый из нас, коллеги, может спокойно, если у него будут хорошие технические возможности, хорошие учебники, какие-то консультанты, он может вот этот тренд будут преподавать или использовать не обращаясь к каким-то дорогим решениям, потому что это открытая экосистема, могут сами применять боты. Следующий тренд будут развиваться отраслевые платформы. В образовании пока я не вижу таких признаков, они еще слабые, но в финансах, в маркетинге каких-то услуг, таких же туристских услуг, при продажной подготовке, после продажного сопровождения, вот отраслевые платформы уже достигают победных результатов, заменяют сотрудников, решают за них их работу в отраслях. Гибкие модели обслуживания, то есть может решать разные функции, и консультант, и советник, и психологическая какая-то помощь, и другие. Эффект домино означает, что один сделал, в одном месте попытался, другие посмотрели, стали копировать, применять, и пошло вот этот эффект домино, идет наращивание вот этого явления применения болтов. Вот такой тренд. Ну и переходим к третьему вопросу, к сложному наверное вопросу, а как же нам, на основе какой платформы всю эту идею, всю эту технологию можно применять? для того, чтобы попытаться подойти к решению этой задачи по выбору платформы, мы будем опираться вот на эти четыре момента. Каковы наши потребности, потребности общества, каковы наши затраты, в том числе и времени, я считаю, время это самое дорогое, дороже, чем деньги. Какие у нас возможности сейчас, в будущем, может быть эти возможности с помощью этих ботов увеличатся, а может быть и нет. Ну и самое главное, а что эти возможности в итоге дадут, каковы результаты, вот такая как бы постановка задачи, я понимаю, что время очень мало, но тем не менее обращаем внимание на вот эти важных четыре условия. Прежде чем что-то выбирать, нужно оценить вот эти факторы. Попробуем это сделать вместе. Вот здесь вы видите фрагмент той таблички, ссылочку на нее вы видите в этой презентации, вы можете ее скачать, я смотрю на свободное скачивание, а мы видим таблицу, которую я сейчас попробую показать. Вот вот эта таблица, видна ли она сейчас на экране, уважаемые коллеги, я прошу поставить хотя бы один плюс. Да, видно, спасибо, спасибо. Я на вопросы отвечу позже, когда закончу. Итак, коллеги, вот эта таблица, еще раз говоря, она доступна каждому из вас, вот на всякий случай, но сейчас не буду ссылку открывать, она в презентации. Коллеги, давайте мы прослушаем тогда, потом поведем в конце небольшой такой дискуссии. В этой таблице собраны 25 вариантов вот этих платформ для построения бота. В этой таблице я уже перевел некоторые элементы такие, как заголовки, показаны возможности каждой системы, языки, программирование, нам не всегда можно, например, я тоже не программист, как многие здесь присутствующие, но если есть программисты, вот здесь информация есть, какие-то технические детали, наличие лицензии, например, наличие свободной лицензии, это святополюс, наличие, какой язык, на каком языке такие боты могут разговаривать, для нас важны наши языки, русские, украинские, если кто с Украины и так далее. Ссылки на сами проекты, где можно посмотреть, каковы каналы общения, здесь имеется ввиду и почта, и голос, и социальные сети, и тот же фейсбук, это тоже каналы общения, где может применяться, например, вчера я увидел ботов, несколько, в конечне их хвалят мои коллеги, которые работают только в фейсбуке, извините, но наши ученики не всегда могут использовать фейсбук, а иногда вообще не могут его использовать, или не имеют даже учетные записи, поэтому, например, меня интересуют, и моих коллег интересуют такие боты, которые могут работать, и в фейсбуке, и в скайпе даже могут общаться и в других каких-то сетях, и в том числе и на образовательных порталах, вот это важная характеристика канала общения, следующая характеристика, это отрасли применения, вот мы видим, коллеги, смотрите, какие интересные отрасли применения могут быть, вообще в принципе, здравоохранение, финансы, право, ритейл, какие-то игры, вот такие вот характеристики, которые вы здесь можете увидеть, коллеги, я сейчас не буду устраивать подробный разбор вот этих всех моментов, во-первых, он не всем нужен, я знаю, я только лишь покажу итог, вот видите, я выделю таким желтоватым цветом бот под названием API.i, если говорить таким латинским, API.i, это платформа, вот ее описание, основана на обработке подходящих, на обработке намерений, или intense по-английски. Что мне интересно, что понравилось, она может воспринимать русскую язычную речь, как письмно, так и устно, она распознает голос, причем отлично распознает. Какие языки программирования вы видите достаточно мощные, лицензия, коллеги, бесплатная, API, это написано четко, цена бесплатная. Вот анализ, ну и язык вот здесь русский, дело в том, что эту программу, эту систему, этот сервис разработали наши соотечественники, но, к сожалению, в России это не нашло поддержку, и компания Google, всемирно известная компания выкупила ее, свое пользование стало собственником этой платформы, но русский язык там и остался, украинский, испанский, китайский, два простой, упрощенный, традиционный, это тоже интересно для нас, и вот ссылка на этот проект, и очень интересно, вот, я выделяю здесь каналы общения, которые вот тут есть, я смотрю на другой экран, тут и скайп есть, и телеграм кто-то любит, и спарк модный за рубежом, и твиттер, который некоторые любят, вы скажете, зачем столько много всего, дело в том, что если вы создаете бот, который работает, к примеру, в фейсбуке, он точно так же будет жить на любом другом канале, это здорово, то есть универсальный канал, он отвечает точно так же, работает быстро, оперативно, вот такая платформа, мне кажется, очень интересна, я не буду дальше подробно рассказывать про все эти 25 платформ, я их ссылочкой вам дал, вы можете посмотреть, но мы продолжим более подробно на наших слайдах, вот здесь вот я тоже не буду читать подробно, всем известная компания IBM, я смотрел то, что они делают, коллеги, вот то, что здесь написано, то, что это возможно, вот лично мне, упертому такому волевому человеку понять не удалось, мне показалось очень сложно, хотя это может быть удачный пример, но я буду рад, если кто-то вникнет поймет вот эту систему, я ее не понял, очень сложно, также не понял и Microsoft Bot Framework, мы очень много потратили времени на анализ различных платформ, чтобы выбрать лучшую, чтобы сегодня поделиться с вами тем, что действительно может применить любой педагог, вот это вот платформа WithEye тоже перепробовали, мы все перепробовали, или платные, или русского языка нет, или усеченный набор каналов общения, что-то вот все время не хватало, и вот именно API нам понравилось, повторюсь, воспринимает русскую речь даже с голосом, говоришь в микрофон, привет, как дела, где ты живешь, что ты тут делаешь, робот, этот бот отвечает, я живу в твоем устройстве, кто твои родители, мои родители, Юрий Белоножкин, Татьяна Телегина, вот такие вот моменты можно заключить, или спрашивает чисто по образованию, что такое, вот это, что такое, это он отвечает достаточно быстро и хорошо, не то, что достаточно, очень быстро отвечает, ну и наконец переходим к вопросу применения образовательных ботов, потому что вы скажете, ну хорошо, ну выбрали платформу, ну есть какие-то у вас там гипотезы, мнения, на самом деле, коллеги, мы пробовали это все, такое у нас есть некое объединение педагогов России, инициатором этого объединения выступила Марина Юсова из Новосибирска, она в группе в группе ПОФИДО однажды спросила, коллеги, давайте, кто хочет, вместе объединиться над созданием онлайн-курса, посвященному самостоятельной работе студента. Это произошло летом, где-то, по-моему, в июле. И эта идея нашла сторонника, и мы частенько там собираемся, раз в неделю у нас собрание колхоза, ну колхоз это такое игровое название, собираемся, проводим собрание, решение, мы совместно выполняем бесплатно, на основе энтузиазма, колоссально интересную работу, исследовательскую, научную, у нас готовятся научные публикации, научные авторы, свои возникают новинки, одна из этих новинок, вот как раз боты. И началось с того, что вот я сейчас уже показываю платформу API, вот этот уже интерфейс, стали создавать преподаватели роботов, давать ему изображения, язык, настройки, вот это я сейчас не буду вникать в детали, просто вас знакомлю бегло, как работает и как это получается. Вот здесь структурно это intense, перечень намерения, которых говорит обучаемый или посетитель этому боту, entities, сущности, которые подразумевают собой некую сущность в реальности для анализа контента. Система интеграции с платформами, это я не буду сейчас говорить, у нас для вас готов подарок на эту тему, специальное пособие для начинающих. Вот этот вот бот настройки дихотомия, уже здесь я свою фотографию разместил, описание, это очень интересный эксперимент. Вот здесь вот еще один бот, который говорит от имени человека, у нас все персонифицировано, это фотография, но от имени автора Татьяны Викторной Телегиной, был разработан бот, который отвечает по всем вопросам организации самостоятельной работы студентов. И вначале с ним нужно просто поздороваться, дальше пойдет общение. Вот пример такого дихотомического ключа. Те, кто знает систему Moodle, эта система Moodle вот здесь есть, вот обратите внимание, мы в нашем колхозе разработали вот такой дополнительный модуль с названием Бота, он называется Дихотомик, это такое рабочее название, нажав по которой в онлайн курсе появляется такое окошко, и вот этот Юрик Дихотомик отвечает на какие-то вопросы именно про что такое дихотомический ключ, кто знает биологию, ботанику, помнит, что это такое для анализов, для классификации каких-то категорий, каких-то сущностей на основе дихотомического ключа, сейчас не буду рассказывать подробно, он работает очень хорошо, вот это пример, киберкьютор, вот так вот он пустой, как только студент вводит в него текст, например, там привет, здравствуйте, тут же отвечает вот такой бот, показывает автора, вот он ему говорит, вот тут имеются ссылочки, вот этот бот работает и на сайте, и в скайпе, вот то, что я говорил, разные каналы, вот пожалуйста, тот же самый бот работает в другом канале телеграм, нет, простите, это скайп, в скайпе может любой человек общаться с таким ботом, и тот будет ему отвечать, вот тот же самый бот Любови Крошеминниковой, который общение программист, у него получился такой бот, он работает в канале Телеграм, этот бот разработан Татьяной Телегиной, вот он так выглядит, вот он микрофон, по которому можно с ним разговаривать голосом, это уже на сайте Moodle, вот видите, написал человек привет, он с ним здоровается, сразу спрашивает, вы студент или преподаватель, в зависимости от ответа уже меняется диалог, вот он говорит, да студент и начинает с ним разговаривать, это пример дикотомического ключа, и так коллеги, я бы сейчас перешел наверное к эпилогу, к дискуссии, пока я посмотрю какие там вопросы писали, и чтобы эпилог вот этот был, финал был более конструктивным, давайте посмотрю, что вы писали до этого, и так, Евгения Юрьевна выражает мнение, бот робот персонифицированный отдельно, бот программа, отвечаю сразу, все зависит от того, какой уровень искусственного интеллекта мы туда вносим, если мы просто взяли микропроцессор и использовали его в том же чайнике или микроволновке в холодильнике это еще не робот это автомат который выполняет какую-то функцию но как только мы туда дополняем элементы самообучения а вот эти все примеры имеют вот эта API платформа имеет такую функцию самообучения она понимает даже некорректно написанные фразы написанные с ошибками с опечатками машина поймет что мы ее спрашиваем поэтому что бот что робот это не важно это все равно какая-то система современной искусственного интеллекта вот это вот для нас цена далее кто будет писать программу сам отвечаю вот мы видели сейчас примеры от Татьяны Телегиной она не программист у нее образование библиографа и она создает такие боты без меня да я обучил кое-чему показал она сама их создает или кандидат биологических наук любовь Крашенинникова она не программист она не знает настолько хорошо информатику но мы с ней создаем такие боты далее Евгения Юрьевна идет на нашу награду не следуешь педагогики коллеги если кто-то не следует педагогики ему боты не помогут но если он следует допустим ну извините там выращивание морковки хорошо или в какой-то другой сфере хорошо что-то знает вот тогда есть смысл вставить вопрос можно ли его эти знания формализовать такую робот педагогику извините роботы не дадут нам компетенции вместо того чтобы самим ее освоить зачем да вот зачем писать программу вот это вот конструктор конструктор Александра Степановна спрашивает нам не надо с нуля что-то писать нам достаточно знать методику обучения смысл того что мы обучаем и знать вот эту робот педагогику из чего она состоит как она делается и все мы передаем часть работы осознанно не вникает какие-то сложные вещи нет покой у вас Александра Степановна программирование знать никакого не надо это открытая экосистема это не действительно это не обязательная система не обязательные условия Евгения Юрьевна вот интересная точка зрения Евгения Юрьевны Широковой на роль системы тестирования действительно тесты это автоматы которые выполняют функцию контроля вместо нас это очень близкая аналогия к тому о чем мы говорим действительно но обратите внимание в чем отличие тестов мы проводили в нашем Рособроколхозе исследуем и пришли к выводу если бот видит что обучаемый ну блестяще отвечает на вопросы зачем тратить на него время прогонять весь тест целиком если он уже достаточно четко отвечает и наоборот если бот видит и мы это заложили в его функцию что обучаемый даже не читал эту лекцию зачем тогда его проводить это тестирование тратить его время вот это вот пройдет тест вот он сидит играет в угадайку то есть тест это очень хорошо но это автомат там никакого искусственного интеллекта нет хотя наши знания в тест мы закладываем формализуем но там искусственного интеллекта нет очень важное замечание от Евгения Юрьевна Широпова ученики сломать бота не смогут Евгения Юрьевна спасибо за то что вы спрашиваете так же как и модул сломать очень сложно нет это невозможно не буду долго объяснять скажу коротко Александра Степановна спрашивает нет прецедентов не было не было и действительно зачем нам всего бояться ну сломают и сломают мы об этом все равно знаем да но проблема с воровством правильных ответов конечно бота можно распознать если он сделан примитивно коллеги вот я смотрю я задавал в группе профи до нашей в фейсбуке говорю коллеги вот пошла какая-то обратная волна у меня знакомый директор школы негативно отнесся к применению ботов при подготовке к ЕГЭ то есть эта волна уже пошла по России в практике есть и она уже пошла негативно я когда стал спрашивать а почему стал спрашивать и вижу примеры ребята убогие убогие примеры ботов проще было тот же тест сделать о чем говорила Евгения Евгения Юрьевна тест можно лучше научить подготовить чем вот то что делают инораз с ботами назови когда родился Александр Невский да угадал не угадал но извините это не бот это не искусственный интеллект это это проще сделать и причем они сделали без обратной связи то есть ребенку это такая скукотища это просто вот ну никакие ворота не лезет а потом говорят боты плохие вот нам пытаются ботами заменить педагогов они плохие да нет просто не умеют и неправильно пользоваться это не бот это опросник без обратной связи ребенок позанимался а педагог или родитель не видит что он там делал где результаты в тестах хоть видно вот он вошел восток в мудл статистика вот эти вопросы он знает а там ничего даже и близкого нет нет такие боты не нужны да 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 так вот здесь вот пошла дискуссия у вас о том что взломать не взломать немножко не в ту сторону мы сейчас не об этом говорить вот мне очень понравилось мнение Надежды Михайловны что это искусство коллеги вот мы в нашем росуброколхозе активно обсуждали собираемся и говорим про вот эти боты и когда видим что наши боты то что мы делаем они никогда не отвечают одинаково на один и тот же вопрос мы в жизни можем сказать на ответ как дела и так и так по разному выражая один и тот же смысл да вот наши боты они вот такие вот человекоподобные они подбирают они здороваются каждый раз по разу в один раз он скажет привет в другой скажет мое почтение они очень интеллектуализированы вот так конечно это не полностью заменит искусство педагога но психологически интеллектуально часть функций может забрать может забрать мы мы к этому идем Елизавета Сергеевна да никогда не заменит полностью действительно не заменит но часть функций вот какая часть мы говорим с вами еще пока не говорили мы говорим только про часть это товары помогают они заменяют подтверждает Юлия Николаевна спасибо да да вот Александра Степановна правильно правильно поняла нашу идею Юрий Юрьевич ну да наверное и такое может быть хороший бот может оказаться лучше плохого педагога вот это это да может это только начало говорит Ирина Алексеевна на самом деле мы не в самом начале у нас уже есть практика о чем мы будем с вами делиться да это разнообразие это поддержка да мы же книги читаем мы же с ними не разговариваем а тут дополнительная возможность которой нет в обычной книге да да но в отношении вот Евгения Юрьевна тут уже пошла психология эмоций Сирид и Дура наши боты так не говорят но скажу что наши боты понимают обсценную лексику вы наверное подумаете что мы что-то не то делаем но это жизнь наши боты не выражаются не применяют эту лексику но они ее знают и они реагируют на нее именно так как среагировал бы культурный образованный человек пример Сири хороший мы пошли еще дальше сертифицированные модераторы сертифицированные боты Андрей Владимирович высказывает суждение это не вопрос это суждение но если говорить про бумажную работу педагога и про возможность перекладывания этой бумаги на бота я думаю что бот справится бот справится Андрей Владимирович если ему передать у нас даже вот была такая интересная дискуссия Татьяна Витовна не говорите а что если мы создадим бота который будет отчитываться федеральному эксперту при госаккредитации почему бы и нет если его обучить он будет отчитываться на все опросы любой документ любую справку и так далее любой отчет будет выдавать естественно в электронном виде или скажет где он лежит она дальше меня спрашивает а что если и федерального эксперта сделать в виде бота его два бота общаются один проверяет другой отчитывается вот они между собой вот тут у меня уже фантазия закончилась я не могу такого представить но даже такие мысли уже иногда возникают в голову то есть избавиться тут не смех а тут скорее всего боль избавиться от рутинной и страшной работы которая иногда у нас присутствует формализованно ну вот насчет индивидуальной программы обучения Андрея Владимирович это действительно к этому идет мы мы правда в Росслужбоков колхозе в нашем не научились эту индивидуальность учитывать пока еще или скорее всего такую задачу еще не ставили но у нас есть коллега Вадим Вадим он сразу сказал ребята а в Moodle есть аналитика давайте эту аналитику учебную то что он ходил регистрировал создавал тесты что-то читал чтобы бот это видел и когда к нему обращается ученик чтобы он уже опираясь на знания об ученике соответственно и отвечал например видит что ученик или обучаемый студент что-то боится не хочет писать в форумах стесняется не уверен в себе но это пока гипотеза которую мы рассматриваем с интересом но технологически еще не приступаем Николай Александрович у нас есть у нас есть плагинчик который появился в нашем колхозе который в Moodle держит вот эту вот ссылочку бейджик он стоит неподвижно кликнув по нему появляется окошечко в чате мы можем это показать классная дискуссия у вас я читаю смотрю бот-платформу на мессендер скайпб совершенно верно вот Дмитрий Викторович коллеги мы говорим в нашем решении им не нужен ни сервер не нужны никакие заявки не нужны программисты не нужны какие покупки программ все заходишь на вот у нас книжечка специально выпущена пособие практическое заходишь на сайт и все и все ничего не надо покупать кого-то там звать и так далее да это можно делать именно вот так платформа она нас выбрана идеально для педагога так владеет языками программирования не понял вопрос по языке программирования от Евгения Юрьевна вот у некоторых дети создают боты некоторые вот присутствующие в курсе вопрос насколько они интеллектуализированы можно бот создать очень быстро которые решают какие-то какие-то простые задачи типа что ты хочешь хочешь ты пиццу или хочешь ты вот это какие-то простейшие задачи еще могут могут уже и дети делать можно да проводить опрос так и и не только интерактивных ну я на вопрос с Андреем Владимировичем про дорожные карты до конкретного учащегося уже ответил чуть раньше пока мы видим возможности предпосылки вот еще раз говорю то что есть накапливается в базах данных модул в логах и вот этих ботов которые мы делаем но пока непосредственно мы таких мощных разработок не делаем Дмитрий Викторович я вас помню знаю здравствуйте как обучаете ботов я покажу вот немножко снова экранчик вот здесь вот вот здесь вот есть интенты намерения которые мы формируем вот я сейчас показываю пример вот это дихотомический ключ надеюсь видно что-то и вот в этих интентах намерениях это пока тренозор создается логика общения она обрабатывается и выдается ответ так если очень коротко да 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 логин ну насчет свободного доступа его в доступе нигде нет обращайтесь к нам мы покажем мы еще будем немало говорить про 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 применение ботов так Александра Степановна про книжку да ну давайте все таки уже приближается время к концу вот что мы предлагаем нашим коллегам всем желающим вот бот тьютор микрокурс которым можно научить бота с функциями тьютора сопровождающего бота диагноста который диагностирует некую педагогическую ситуацию любую неважно какой если вы умеете диагностировать ее в жизни вы можете превратить ее вот в этот бот бот энциклопедист который отвечает на любой вопрос причем даже если вы вопрос задаете ему с ошибками так и вот эту вот книжку вот это пособие за 205 рублей к тем кто хочет мы продаем в котором можно за буквально 2-3 часа научиться создавать инфолоцмана бота инфолоцмана который заменит поисковую систему на вашем сайте на вашем вашем блоге например он будет отвечать родителям про какие-то вопросы или приемные приемные комиссии всем кто поступает будет помогать ориентироваться в работе приемной комиссии или вашей компании которая что-то продает там какой-то супер магазин поможет сориентировать выбрать товар какую-то информацию сфера применения инфолоцмана любая вот это вот пособие его нигде больше не купите вот у нас она всего лишь за 205 рублей можно приобрести вместе с нашей поддержкой у нас в эпилоде вот несколько еще будет вебинаров вы видите в октябре будет два вебинара продолжение в развитии этого этой темы в качестве результата тоже в эпилоде я отмечаю мы отмечаем снижение затрат времени на рутинную работу это научные публикации коллеги любой бот который делаете вы сами по физике по химии по истории неважно это уже уникальность это уже научная новизна ее признаки и третий момент это увеличение вашего педагогического результата это о вас дети ученики студенты или сотрудники вашей компании будут говорить больше хорошего чем раньше и вот такие итоги которые вы видите экране на экране вы можете купить или арендовать это будет дорого и не всегда надежно вы можете заказать это будет накладно но надежно вы можете долго искать разные варианты платформ но все рано или поздно вам надо одну выбрать выбирать жену или мужа на всю жизнь ты должен остановиться и выбрать лучшее решение вывод литературы и курсов мало очень мало но вот мы начинаем выходить с предложением впервые по именно ботам в образовании ну и можно ничего не делать этот вариант решайте сами так что давайте коллеги смотреть знакомиться записываться на наши курсы и добиваться вместе успехов про книжку я ответил нет еще раз Евгения программист здесь не нужен так вот тут вот миоо я знаю миоо но при чем тут миоо не понял если это реклама извините она тут не нужна так ссылочку ссылочку вы получите все по почте кто хочет так знаю миоо но тут никакого упоминания про боты нету извините не по теме на этом я считаю что цель нашего вебинара достигнута мне очень приятно было посмотреть на вашу дискуссию на ваши вопросы мне очень приятно что наш опрос который был в начале что мы не все знали о ботах теперь мы можем его ну уже вот то что было теперь я думаю все знают что такое боты на этом можно подвести итог нашего сегодняшнего занятия спасибо вам коллеги за внимание спасибо за участие надеюсь вам понравилось пишите отзывы о нашем вебинаре насколько он вам был полезен а может вреден пожалуйста пишите отзывы на эту тему роботы это пока новинка не мало кто знает спасибо вам спасибо вам всего доброго дорогие друзья всего доброго устава александрович спасибо за то что вы были с нами павел наших вебинаров ну и вас всех я тоже хочу поблагодарить за участие в нашем сегодняшнем вебинаре приходите к нам на следующие вебинары будет интересно спасибо